Город Эль-Пасо на границе с Мексикой. Но о стене между двумя странами здесь никто больше не говорит. У всех на устах пандемия. Цифры постоянно растут. Сейчас у нас 241 пациент в стационаре с COVID-19. 45 дней назад было всего 30 человек. Многие из тех, кто идёт в палатку за моей спиной, позже окажутся в нашем госпитале. Они останутся в нашем госпитале. Умерших приходится хранить за пределами больницы в мобильных рефрижераторах. Похоронные бюро также работают на пределах возможностей. Семьям порой приходится ждать целую неделю, чтобы похоронить своих родственников. Уровень стресса очень высокий. Он несопоставим с тем, что было раньше. Несколько месяцев назад мы проводили по 30 похорон в месяц. Сейчас у нас по 80. Новая волна пандемии отличается не только рекордным числом умирающих от коронавируса. Локальные локдауны, направленные на борьбу с распространением инфекции, наносят существенный ущерб бизнесу. Здесь, в Эль-Пасо, действует комендантский час с 10 вечера. Но многие люди остаются дома даже днём. Здесь экономические последствия пандемии заметнее всего. Даунтаун Эль-Пасо выглядит покинутым. Хозяин этого ресторана, Марко, не смог позволить себе содержать штат. Сейчас он сам обслуживает клиентов. Их совсем мало. Ситуация в городе напрямую повлияла и на политический выбор Марко. Он голосовал за Джо Байдена. Я знал, что он может сделать больше хорошего, в отличие от Трампа. Думаю, мы все хотим одного и того же, а именно, чтобы власти поддерживали нас. Уриэль Саваниего работает за углом. Для него выборы ещё не закончились. Байден не будет президентом. Им станет Дональд Трамп. Уриэль опасается, что и его бизнес пострадает из-за пандемии. Но пока у него есть заказы до июня следующего года. Несмотря на поддержку Трампа, у Ариэля сформировалась своя собственная позиция относительно COVID-19, особенно после того, как он заразился сам. Вирусом заразятся все, но нам нужно избежать переполненности больниц. Тестирование – один из важнейших инструментов, позволяющий избежать катастрофы. Мигель координирует работу 10 тест-центров в Эль-Пасо. Главные опасения Мигеля в связи с пандемией к сфере политической не относятся. Я не до конца осведомлен о том, чем именно Байден и администрация планируют заниматься. Но до сих пор у нас не было трудностей с властями. Не думаю, что дело в ресурсах. Тут главная проблема в том, как объяснить людям, что им делать и чего им делать не нужно. Сторонники Трампа и сторонники Байдена – два лагеря в Эль-Пасо, которых, судя по всему, объединил страх перед коронавирусом.